Всем приветики! Это обзор петличного микрофона боя BIM-1. Распаковку вы уже видели. Всё, что я распаковал, я как бы оставил здесь лежать до этого момента. Всё как и было. Коробка, чехольчик, инструкция, заметка. Здесь лежала батарейка. Отсюда я достал батарейку, переходник, по-моему, ветрозащиту, клипсу. Сам микрофон в чехле лежал. Микрофон я уже укомплектовал. Вот он как бы повесил на него ветрозащиту, клипсу. Так вот она крепится за что-нибудь. За майку там, например. Вот, неважно, за что угодно можно зацепить. Я, например, цепляю за наушников, за выдвижной микрофон наушников, потому что этот, как мне показалось, сочнее работает. Вот, сама, сам провод, я этот полностью расстегнул. Вот он как бы эту штучку снял, размотал. Отсюда я отмотал необходимое мне количество. Расстегнул, отмотал мне необходимое количество для того, чтобы подсоединиться к компьютеру. И снова застегнул, потому что, ну, как бы здесь 6 метров, и это много. Мне пока что столько не надо, поэтому, чтобы оно нигде не болталось, ни за что не цеплялось, не мешало, я оставил застегнутым. Вот. И вот сюда внутрь вставляется батарейка. Есть переключатель. При подключении к смартфону можно его не трогать, а когда подключаешь к компьютеру, в таком положении микрофон не работает. Надо включить, как бы. Тогда оно работает. Но, чтобы оно работало, надо вставить туда батарейку, как бы. Камерам, компьютеру не надо только включать при подключении к смартфону. Ко всему остальному надо включать. Сюда вставляется батарейка. Вот. Внутрь откручивается крышка. И внутрь вставляется вот сюда батарейка. Здесь вот написано. Плюс. И батарейку знаком Плюс ставим в эту сторону, как бы. Вот, чтобы не перепутать. Здесь нарисован Плюсик. И к Плюсику ставим батарейку стороной, где нарисована Плюс. Вот. И там еще есть такая вот типа веревочка. Она уже мне, правда, что-то она вся так растрепалась. Наверное, крышка ее зацепила и загнала, наверное, в резьбу. И поэтому ее так порвало сильно. Поэтому надо ее как-то так улаживать, наверное. Чтобы ее не зацепило. Потому что, если... Когда я первый раз вставлял батарейку, эта веревочка, как бы, она у меня вообще внутрь ушла туда под батарейку. И я потом не мог достать ее. Потому что она... Ну, она там так глубоко сидит. Вот, типа. И мне пришлось там уже ковырять и отверткой, и... Какими-то щипчиками я кое-как подцепил и высунул ее. И вытянул шнурочек этот обратно наверх и вставил. Ну, то есть, он здесь нужен для того, чтобы можно было за него подтянуть. Как бы, вот, тянешь. Если подтянуть, то он, как бы, ее вытянет. Вытолкнет ее оттуда. Потому что, получается, он идет так вот вокруг. Ну, он под ней так вот идет и идет наружу. То есть, он вокруг нее лежит. Если подтянуть, то она вылезет. А если он туда забьется под нее... Если, ну, как я сразу вставлял, что не посмотрел на него, то сложно будет потом вытащить, как бы. Ну, вот. И, как бы, будет неудобно. Потом обратно закручивается. И по самому микрофону могу сказать, что как-то он получше звучит, чем, например, мой, который на наушниках моих HyperX Cloud 2. Потому что там однонаправленно, в одну сторону как-то там все тихо слышно. А здесь, как бы, слышно лучше, сочнее, как бы. Но, как бы, мне не нравится, что, вот, например... Ну, если для записи там, например, чего-нибудь, например, с камерой, может быть, нормально будет. А вот именно если играть в игры и использовать этот микрофон для разговора, к примеру, то помимо разговора будут слышны вообще все звуки. Щелчки мышка. Мне вот, мне нравится, как он звучит. Ну, то есть, он звучит лучше, чем мой микрофон, который у меня на наушниках. Сочнее, как бы. Там он как-то так приглушен, как все равно из бочки. Здесь как-то более так сочнее. Но мне не нравится то, что слышны звуки щелчки мышки. Но тут уже ничего не поделаешь, потому что это всенаправленный микрофон. То есть, он вообще, как бы, все слышит. А на наушниках одна направленная. Ну, то есть, в какую-то одну сторону. То есть, вот он так повернут на тебя и слышит, типа, твой голос. А здесь он, типа, не так, а вот так, типа, он все слышит. Ну, и звучит как бы получше. Но без, когда подключаешь его к компьютеру, то слышны такие небольшие шумы в том микрофоне, который на наушниках такого вроде бы нету. А когда вот в настройках, к примеру, какой-нибудь программы включаешь шумоподавление, пропускной уровень шума, тогда оно как бы все это, ну, как бы, сглаживает, типа, и не сильно слышно. А вот без всяких вот этих надстроек слышен такой какой-то небольшой шумок, типа. Вот. Ну, а так звучит вроде бы неплохо даже. Вот, а к наушникам я его подключаю таким вот образом. Ну, то есть, я его не вешаю на майку, потому что вот именно почему-то, когда вешаешь на майку, если его, допустим, повесить на майку, то тогда он как-то тихо слышно, ну, то есть, к примеру, вот если я его помешу на майку и начну, допустим, играть в игры и говорить, то меня тихо слышно и с него громче. А если я повешу его вот сюда, тоже, к рту, так же, как и этот у меня висит, только рядом, к примеру, вот так вот. Вот, вот как-то так он висит тогда, получается, рядом с этим. Только я этот отключаю, а этот включаю. И тогда слышно лучше, чем с него. Ну, то есть, если повесить его на майку, то будет слышно хуже, чем с него. А если повесить его сюда, то тогда с него будет лучше слышно с него, чем с него. Потому что он тоже будет уже возле рта, и будет как-то так все звучать более-менее приятно, как бы, качественно. Вот, такие вот дела. Именно так вот я его подключаю. А по поводу звука, звука, как с него слышно, надо будет добавить именно тест звука, чтобы можно было послушать с разных устройств телефона, с компьютера. Но это я чуть попозже сделаю, добавлю, чтобы можно было оценить, ну, качество самого звучания на слух. Запись голоса через диктофон, стандартным микрофоном телефона. Запись голоса через диктофон, петличным микрофоном, подключенным к телефону. Запись голоса через запись экрана, петличным микрофоном, подключенным к телефону. Запись голоса через видеозапись, стандартным микрофоном телефона. Запись голоса через видеозапись, петличным микрофоном, подключенным к телефону. Вот, это подключение через переднюю панель на системном блоке. Получается, работает правый динамик, то есть оно пишет только в один канал правый, а с левого канала слышно эхо. Вот, но я сейчас подключу, ну, к задней панели, к самой звуковой карции. Ну, к материнке, короче, а не к панели, которая выходит на самосистемник. Вот, а теперь подключение к материнской плате. И запись идет в два канала, в левый и в правый. И уже нету ни этого эхо, и слушается приятнее, и звук как-то более получше стал, поприятнее. Фон, шум этот, вроде тоже не такой сильный, как на передней панели. Я не знаю, с чем это связано, может быть, там что-то не так подключено, или, я не знаю, может, это особенности передней панели. Ну, при подключении к самой материнке звучит лучше. Вот, но слышны все звуки, как бы, как бы. Вот, это мышка, вот клавиатура, мышка. Слышны сами нажатия и удары по клавишам. Вот, как-то так, короче. А сейчас будет через программу, которую я записываю, с подавлением шумов. И вот этого вот шума, фона вот этого вот, не будет. Сейчас я покажу. Вот, а теперь уже через программу записи. То есть, здесь включены разные фильтры. Уже меньше шумов. Здесь стоит шумовое подавление и пропускной уровень шума. И шумов как-то не особо слышно. И более-менее нормально звучит. Ну, на слух как-то так, вроде бы, получше, чем чистый звук. Ну, то есть, в самом, в самой программе записи есть в режиме передачи голоса. Ну, то есть, не надо открывать какой-то редактор. Оно прямо напрямую в онлайн-режиме, короче, сразу все фильтрует. Вот, как-то так. И уже идет звук через программу, как бы, и все. Ну, то есть, не через Windows, которая сейчас открыта, а через саму программу звук идет. И вот, как-то так он звучит. Ну, вот. Ну, звуки мышкой тоже слышны. Клавиатура и тоже. Но нету вот этого постоянного фона. То есть, когда ничего не говоришь, то и фона нету. Вот, например. Тишина. Она просто, как бы, мутит микрофон. А когда ты начинаешь говорить, она его включает. Вот, как-то так. Это микрофон у меня висел на майке, получается. А сейчас я его могу поднять так, как он обычно висит у меня на наушниках, как я показывал, прикрепленный к этой вот штучке, на которой находится микрофон от самих наушников. Сейчас я это покажу. Вот, а теперь у меня микрофон висит на вот этой вот, от наушников, на этой палочке, которая идет от наушников. Короче, к ней пересоединен сейчас микрофон. И он находится прямо сейчас у самого моего рта. Вот, на звук вроде как... Не знаю, вроде как чуть-чуть, разве что почти что незаметно. Вот, но... Ну, такое ощущение, что вроде как слегка, чуть-чуть получше. Не знаю, может, мне кажется. Вот. Но щелчки все эти все равно слышны. Ну, в сам голос, мне кажется, чуть-чуть получше, капельку. Потому что, ну, все-таки же ближе находится. Так я обычно разговариваю, когда там, не знаю, играю в игры, там, общаюсь по голосовому чату в самих играх или... Ну, или просто говорю там что-нибудь. Вот. А сейчас я покажу, как звучит микрофон на... Ну, на самих наушниках. Сейчас я переключусь на него. А вот так звучит мой микрофон на наушниках, который... Мне кажется, прямо аж слышно. Она хуже стала. Звук какой-то такой сразу... Ну, уже не такой. Как-то он похуже звучит. Как-то так более глухо. Как-то так вот... Ну, не знаю, тот приятнее, что ли, звук был. Этот как-то так... Ну, как из бочки все равно. Какой-то такой приглушенный, непонятный. Какой-то не сочный какой-то такой вот. Вот. Как-то так. А теперь еще раз для сравнения. Вот так звучит этот микрофон. По-моему, это шикарно. Намного лучше, чем микрофон на наушниках. Единственное, что на микрофоне на наушниках не особо слышны щелчки мышкой. Здесь вот они, ну, слышны. А там нет, кстати. Забыл показать. Сейчас покажу. Переключусь на микрофон тот от наушников. И покажу, как там слышны щелчки мышкой. Вот. А теперь, как на этом микрофоне слышны щелчки мышкой и клавиатурой. На микрофоне от наушников. Сейчас я покажу. Ну, вот. Их не слышно было. Я только что нажимал. Хотя, вот. Если бы во время разговора начать, то бы слышно. Ну, а если... Переставить. Переставить. Короче, если оно начало захватывать звук, то оно и остальное захватит. А так отдельно оно его не захватывает. А на том микрофоне, петличном, оно сразу все захватывает. Не только мышку и клавиатуру. Там, например, за стеной кто-нибудь уронит что-нибудь, сосед, например. Все это тоже будет слышно. На этом микрофоне нет. Ну, и здесь звук как-то так не такой хороший. Вот. Еще здесь на коробке есть QR-код. Просканируя который, можно получить ссылку. По которой, перейдя на сайт производителя, можно узнать, оригинальный у вас товар или нет. У меня оригинальный. И это хорошо. Ну и вот. Подводя итоги по этому микрофону, можно сказать, что не все задачи он сможет выполнять, которые я на него возлагал. Я только при прослушивании всех этих тестов сам смог понять, что, оказывается, с камерой не сможет работать. Потому что я хотел, ну, типа, чтобы звук был моно. Потому что стерео звук, ну, как-то порой непривычен. Хотя, возможно, в какие-то моменты лучше. Но микрофон с камерой и видео не хочет работать. Он работает только с диктофоном и с записью экрана. С самой камерой с записью через видео он не работает. Это печально. По записью диктофона он потрескивает там штука. Типа, в моменты тишины идут такие щелчки какие-то непонятные. Короче, для работы с телефоном он как-то непригоден. Получается, только для работы с компьютером можно его использовать. Ну, в качестве замены стандартного, который есть на наушниках. Потому что там звук немножко такой не очень. Здесь, я думаю, будет получше. Поэтому ими я буду пользоваться вместо тех наушниковских. Потому что он вроде как получше звучит. А вот для записи видео, жаль, жаль, не подойдет. И как для записи диктофона тоже не подойдет. Только для замены, как более лучше замена микрофона, который есть на клаудах. Потому что на клаудах сами наушники хорошие, а вот микрофон не очень. И вот он будет нормальной, хорошей заменой как бы. Ну, со временем я куплю лучше. Но пока что, думаю, он неплохо сможет справиться с, ну, как бы, передачей голоса вместо стандартного микрофона на наушниках. Вот. На этом все. Всем пока.